Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Та Жизнь и это продолжение нашей карьеры за Манчестер Юнайтед. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск про ВДИК Пенанти, поэтому зайдите, оцените по ссылочке в описании к этому ролику, буду рад вас видеть под этим роликом. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT, ссылочка на него тоже есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, давайте добьем с вами 30 подписчиков, буду рад каждому. Ну что же, мы продолжаем и сразу вот такую вот вам идею для размышлений в комментариях под этим роликом жду от вас такой вот небольшой фидбэк. Мы заканчиваем практически уже скоро сезон с Манчестер Юнайтед, многие пишут, давай не один сезон, давай побольше, но все-таки вот эта вот карьера за Манчестер Юнайтед, я вам объяснял, что это продолжение всех моих карьер до этого, была за Краснодар, за Ювентус, за Барселону, вот за Манчестер Юнайтед, и все они шли по одному сезону. Я предлагаю вам такую альтернативу небольшую, мы заканчиваем этот сезон за Манчестер Юнайтед, и начинаем новую карьеру за Лестер Сити, там мы действительно с вами несколько сезонов отыграем, и наша попытка, и цель нашей карьеры будет, это победа в Лиге Чемпионов, практически как за Зенит у нас цель, правда здесь будет также в АПЛ, если вам так понравился этот чемпионат и вот эта вот карьера, поэтому карьера за Лестер Сити, если вам зайдет, вот такая вот идея, напишите об этом в комментариях. Ну что же, а мы сейчас начинаем сегодняшний выпуск с игры против Сонгемптона, они идут сейчас ниже 10 строчки, мы играем дома, так, посмотрим у нас все ли тут самые основные, так, 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 да, давайте вот только Мэдисона, вот я поставлю, старт, вроде остальные все наши лучшие игроки. Все, ну а теперь переходим к расстановке, не будет играть сегодня у нас, к сожалению, Шкринер, будет Линделев, ну и я не знаю, стоит ли против Сонгемптона выпускать вот даже Мактомины, и давайте Уильямса тогда, вот, вот таким составом мы выйдем, посмотрим, как отыграем, поехали. Итак, Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед против Сонгемптона, интересно, нам сегодня предоставляет АПЛ матч, посмотрим, что из этого у нас выйдет, нету сегодня поля Пагбы, Люки Шоу в стартовом составе, из-за того, что вот у Мактомины и у Уильямса получше немножко настрой на эту игру, поэтому глянем, что из этого вообще у нас сейчас выйдет. Так, Джейдан Санчо, Бруно Фернандеш по флангу набирает ход, будет подача, какая хорошая-то, и Марсиаль забивает, 28-ая минута, Марсиаль забивает, и это 1-0. Какую передачу, во-первых, Бруно Фернандеш здесь выделил для Антони Марсиаль, ну вы посмотрите, Санчо, ну вот здесь вот, на этой позиции на самом деле и Санчо должен был, он в касании еще отдал, и между ног Фостеру забивает Марсиаль. Вот, поменялись здесь позициями Санчо и Бруно Фернандеш, он еще и не глядя, причем отдавал, и вот удар между ног и Форстер, Форстер, а не Фостер, не затащил, а мы выходим вперед, замечательно. Надо было раньше выходить ДХ, я что-то очканул, наверное, так будет правильно сказать. Ну и забивает Инкс, если я не ошибаюсь, да, Инкс, 9-й номер Сангемптона, ну и вот так вот перед самым перерывом мы пропускаем. Так, Бруно Фернандеш набирает ход на Санчо. Марсиаль первый на мяче, и Антони Марсиаль делает дубль, отлично, 58-я минута, и это 2-1, молодцы, ребята. Кто, кстати, сейчас опять Бруно Фернандеш голевой отдал? Вот смотрите, Фернандеш, Санчо, они опять втроем, походу, сделали, это да. Бруно Фернандеш, посмотрите, какую передачу отдает. Здесь и индивидуальное мастерство от Марсиале. Замечательно мяч принял, обработал его, причем штрафной, не потерял. И 2-1 отдает на Гризмана. Гризман видит Мэдисона, Мэдисон. И Мэдисон забивает это 3-1, долевая от Гризмана, отлично. Сегодня французы прямо в ударе. Ну и Мэдисон тоже забивает. А ведь в старте у нас был Ван Дебек, но я сказал, что будет у нас в самом лучшем составе именно Мэдисон. Вот, восьмерка, Манчези-Ренатик забивает, немножко так, наверное, с парочка дал. Либо вообще внешней стороной стопы попадает он в штангу, и от штанги мяч уже залетает. Ворота Сангемптона, третий мяч за 75 минут пропускает Сангемптон. Уверенная победа дома. Дубль Марсиаля и Гоум Эдисона нам приносят очередные 3 очка в таблицу премьер-лиги. 4 удара в створ, 3 гола. Хорошая, мне кажется, статистика. Ну а у Сангемптона вот один единственный удар в створ, и это был гол. Марсиаль лучший игрок матча. 3-1 победа над Сангемптоном. И у нас минимальное лидерство над третьей строчкой. Санчо теперь у нас боец получает такую роль в команде. Так, теперь потеряны все шансы на победу в лиге, кстати, у нас. Как-то так. Итак, сейчас у нас Лига Европы, ответная игра в Германии. Играем против Лейпцига. Интересно нас ожидает матч. 2-1, напоминаю, мы победили дома. Но посмотрим, как сегодня мы отыграем. Так, не будет играть ДХ, к сожалению. Вот это вот более-менее опасно, мне кажется, вот эта вот ситуация. Не будет играть Шоу, будет играть Линделев, только вот вместо кого. Ну, скорее всего, давайте вместо Шкринера. Вот. Ну и все. Вот таким составом мы выходим. Надеюсь. Давайте мы даже вместо Мактомины я бы Ван Дебека взял. Потому что, ну, у нас два атакующих полузащитника, надо их тоже брать. Итак, Лейпциг против МЮ. Поехали. Итак, Red Bull Arena. Лейпциг принимает сегодня Манчестер Юнайтед. 2-1, напоминаю, победа МЮ была дома. Нам обязательно сегодня надо забивать, чтобы все-таки ответить на мяч Лейпцига. На всякий случай, тоже для спокойствия, нужно нам забить. Лейпцигу тогда придется забивать два мяча. Если мы, конечно, забьем. Столько проблем мы сейчас можем Лейпциг доставить, если мы забьем в сегодняшней встрече. Ну и неточный удар от Польсена. Его прям сейчас сжирают сразу. И не забивает Польсен. Хендерсон, скорее всего, потащил. Я не знаю, если сейчас будет угловой, то Хендерсон просто герой. Да, Хендерсон герой. Мэдисон хорош. На Гризмана. Гризман подача. Далот. Прострел. И это гол. И забивает Джейдон Санчо. 77-ая минута. Наш вообще первый вроде удар по воротам за сегодняшний матч. И мы забиваем. Еще и на Марсиалем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Марсиаль чистейшим образом забивает ворота Гулачи. Но это ошибка чисто уже Гулацки. Гулачи, Гулацки. Замечательно. Санчо голевая передача. Просто из рук выбивает. Марсиал, я думал, вообще такое невозможно. Но оказывается, в Пес все возможно. Смотрите. Проиграл там позицию, во-первых, защитнику. Это Мукиели, наверное, там был. И просто уже в подкате летел. Но это сработало. Буду, конечно, спорить. Вот. Ну, он еще даже не брал, да, кстати, в руки. Не дотронул. Ну, кончиками пальца, может быть, до мяча дотронулся. Но все равно фиксации мяча не было. И Марсиаль забивает. 2-0. Вот так вот замечательно. Под концовку. Все в атаку, кстати, мы пошли игроки Эрбы Лептига. Но мы снова забиваем два мяча. Все. Заканчивается у нас матч. Победа 2-0. Мы в четвертьфинале. Ребята вообще молодцы. За пять минут забили два мяча. Причем первый тайм полностью был за Лейпцигом. Смотрите, у нас было вроде ноль ударов по воротам в первом тайме. А здесь, смотрите, шесть ударов, четыре в створ. Владение практически выровняли. По пасам на равных почти пытались играть. Ну, замечательно. Марсиаль игрок матча. Второй матч за сегодняшний выпуск. Итак, вот они все результаты 1-8 лиги Европы. Лацо в дополнительное время вырывает победу над Бешикташем. Мы 4-1 проходим Лейпциг. ЦСКА прошли Спортинг. Брагу. Волверхэмптон проходит Лиль. Баруси Дорнен проходит. Баруси Мюнхен Гладбах. Рома проходит Лондонский Арсенал. Шахтер проходит Порто. И Тоттенхэм проходит Азе Алкмар. Из этих соперников мне бы, наверное, интересно было попасть на Шахтер. Это понятно. На ЦСКА. Ну и все. Вот эти два соперника из оставшихся. А так на абсолютно любую команду мы можем попасть. Итак, сейчас у нас игра против Вестхэма. А вы и знаем. Вестхэм идет на 8-й строчке. Собираем наш состав. И идем в бой. Так, ну снова Мактомин у нас играет. Что-то Пагбао. Я не помню, он вообще играл сегодня или нет. Вот так вот. Давайте вместо Гризмана я даже, наверное, Рэшарда выпущу. Потому что Гризман очень устал. И вместо Бруно Фернандеша выпущу я Ван Дебека. Вот. Магуайр будет у нас. Или Дхэя будет у нас с капитанской повязкой. Все. Выходим. Вестхэм против Манчестера Юнайтеда. Так, ну формы вроде не должны. Там даже по шортам совпадать. Поэтому поехали. Итак, Лондон Стадиум. Вестхэм против Манчестера Юнайтеда. У нас пока что две победы из двух. А в среднем мы 2-0 побеждаем. Где-то так. Вот. Забили пять мячей за эти два матча. Один всего лишь пропустили. Не точная, к сожалению, передача. Ну нет. Ну вот это просто сейчас ошибка. Ну это тупое. Почему они заранее нажимают? Если я нажал на пас, они будут так же продолжать этот пас держать. Почему? Хороший момент. Удар. И это 1-1. Решфорд забивает шикарно. 53-я минута. Не зря выпустили. Вот и Маркус Решфорд показывает. Что ничуть не хуже он Гризмана. Очень хорошо. Мы сейчас прям все это разыграли. Ну и надо теперь бежать. Ну и 2-1. Быстро практически забивает снова нам. Так, неплохо. И Ван Дебек делает счет 2-2. Ну как же шикарно. Мы сейчас просто здесь доверного уже довели. Молодцы, ребята. Давайте выпущу-ка я Гринвуда вместо Санчо. Надо что-то нам делать. Качели. Только так можно назвать игру этих двух команд. И все. Очень напряженный был матч. 2-2 с Вестхэмом. Были у нас моменты, чтобы забивать. Мне кажется, Фабианский должен получить игрока матча. Но моменты у нас действительно были. Альр стал лучшим игроком матча. Ну равная на самом деле была игра. И Дхэя спасал нас в начале. А мы теряем третью строчку. Тоттенхэм набирают очки. Теперь будем снова бороться в следующем выпуске за третью строчку. Давно мы, кстати, не боролись. Но вот это вот потеря очков. Все к этому и привело. И у нас еще полуфинал Кубка Англии. А мы, кстати, будем играть против Шахтера. Как вы видите, в Лиге Европы интересный соперник. Скауты нам нашли правого защитника. Это либо Кимих. Добавлю я его в список. Но у нас денег не будет, наверное, на Кимиха. Так, здесь нам еще нашли Маркиниса. Тоже добавлю в список. Почему-то чистых нам правый защитник не нашли. Вот Маэхли. Маэхли, мне кажется, денег на него нам точно хватит. Но у него рейтинг 79. Добавлю, почему нет. Посмотрим сейчас, кто у нас в списке. Там есть вообще еще игроки. Да, Альфонсо Дэвиса бы надо убрать. Или нет, я не знаю. Кого мы там решили покупать с вами. Давно не записывал. Общий рейтинг, да, по убыванию. Давайте посмотрим. Так, ну эти в арендах. Вот, да, надо до лота нам менять. Поэтому нужен нам правый защитник с рейтингом не ниже 70. Семи. Ну даже вот Маэхли нам нормально подойдет. Но все равно улучшаться надо нам, наверное, в следующем сезоне. Поэтому Маэхли лучше отсюда уберу. Уткин их было бы вообще, мне кажется, замечательно. Поэтому вот такие вот дела. Все на этом. Читаем сообщения. Програмсилы Лэрт. Валите, не зря мы его сдали, нам говорят. Замечательно. Все, на этом мы заканчиваем. В следующем выпуске у нас будут замечательные такие матчи, как полуфинал Кубка Англии, четвертьфинал Лиги Европы и домашняя игра против шестой строчки АПЛ. Посмотрим, посмотрим, как все это у нас выйдет. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok